Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами американский режиссер документального и игрового кино Джереми Уоркман. Здравствуйте, Джереми! Спасибо. Добро пожаловать во Владивосток. И первый вопрос, конечно, о вашем фильме, который сегодня увидят зрители. Кто для вас является главным героем вашего фильма? Прежде всего, это город Нью-Йорк или же главный герой, который, собственно, совершил это большое путешествие по Нью-Йорку? Прекрасный вопрос. Вообще, этот фильм о мужчине 37 лет, который последние 7 лет своей жизни посвятил тому, чтобы обойти все до единой улицы Нью-Йорка. Он прошел пешком уже 20 тысяч километров. И чтобы достичь цели, готов ущемлять себя во многом и жить на очень-очень скромные деньги. А вот что интересно, делая этот фильм, я на протяжении трех лет сопровождал моего героя в этом длинном путешествии. И вот на наших глазах кино стало наполняться новыми смыслами. Оно не просто о человеке, оно о человечности, о том, как мы существуем рядом друг с другом. Как можно заново открыть для себя уже, казалось бы, знакомое пространство и в конечном итоге фильм о мире, который окружает каждого из нас. Расскажите нам немного о том, как возникла идея создать это кино. Наверняка все началось с вашего знакомства с Мэттом. Как это произошло? Были ли вы знакомы до того, как начались съемки? Вообще, я знаю Мэта уже много лет, еще до того, как он начал этот свой проект. Мы друзья, и это было главной причиной, по которой он позволил мне сопровождать его с камерой в руках. Понимаете, он совершенно не искал публичности, не хотел привлекать к себе внимания или писать книгу о своем путешествии, и уж точно он не хотел становиться участником фильма. Все, к чему он стремился, это осуществить свое личное большое исследование. Но поскольку мы были близкими друзьями, мне удалось убедить его снять фильм о таком уникальном опыте. Ну и поскольку ему нравились мои предыдущие фильмы, Мэтт доверился моему профессионализму. К тому же рядом со мной он чувствовал себя комфортно, так что в итоге съемочный процесс доставил удовольствие нам обоим. Я не знаю, произойдет ли это в фильме и сформулирует ли ваш герой главный урок, который он вынес из этого проекта, но хочу спросить об этом вас. Поскольку вы его сопровождали в течение трех лет, какой главный вывод вы сделали для себя, открыли ли вы для себя что-то персональное? Вообще, это удивительная вещь. Когда вы слышите, что кто-то снял кино о том, как один парень обходит одну за другой улицей Нью-Йорка, это звучит почти скучно. Однако на деле это исследование вывело нас на очень серьезные темы и вопросы. Меньше всего оно о ходьбе как таковой. И в большей степени о том, что связывает людей друг с другом. Переходя из квартала в квартал, Мэтт встретил множество удивительных людей. Столкнулся с совершенно разными судьбами. Он побывал в местах, где история города буквально оживала у него на глазах. Он стал гораздо острее воспринимать окружающий мир и заметил множество вещей, которые большинство из нас пропускает в ежедневной суете. Ведь, если подумать, нас окружает множество потрясающих деталей. Везде, где бы вы ни жили, можно найти что-то интересное, особенное. Главное – захотеть это увидеть. Не думаете ли вы, что ваш фильм может стать началом, допустим, серии подобных опытов, когда люди в разных городах захотят повторить то, что проделал Мэтт? И было ли бы вам это приятно или любопытно? Знаете, когда вышел наш фильм, мы стали получать сообщения о людях, которые в разных концах света решили тоже обойти пешком свои города. Потом мы даже познакомились с некоторыми из них. Это жители Казахстана, Торонто. Также в Сан-Франциско, когда мы представляли свое кино, к нам подошла женщина, которая пешком исследует этот город и рассказала нам о своем опыте. Некоторые делают это на велосипеде, что тоже любопытно. К тому же, когда фильм вышел в США и получил там широкое признание, что было для нас очень приятно, многие люди стали интересоваться дальнейшими планами Мэтта. Собирается ли наш герой исследовать другие города? Думает ли он отправиться в Париж, Лондон или Москву? Но Мэтт пока не торопит события. Ведь он до сих пор продолжает ходить по Нью-Йорку, и его путешествие еще не окончено. Было приятно получать множество приглашений от зрителей, приехать в их город и повторить этот опыт. Но пока Мэтт не решил, как поступить дальше. Если говорить более широко о вашем творчестве, вы ведь выпустили несколько документальных картин. И, кстати, еще один житель Нью-Йорка, который зарисовывает станции Нью-Йоркского метро, был героем одного из ваших предыдущих фильмов. Вот у меня вопрос, как вы находите своих героев, и интересуют ли вас в первую очередь вот настолько неординарные, по-своему эксцентричные личности? Да, история, о которой вы говорите, была, моим кажется, четвертым по счету фильмом. И да, вы правы, меня привлекают неординарные персонажи. Кто-то может считать их неудачниками, но у этих людей есть своя настоящая страсть, которую они готовы посвятить все свое время. Так что необычные, по-своему эксцентричные личности — это и в самом деле мой главный интерес в документальном кино. Как ни парадоксально это звучит, но благодаря их исключительности мы можем лучше осознать те общие моменты, которые нас объединяют внутри общества. Эти люди очень важны. Ну а встречаю я своих героев в самых разных ситуациях и в разные периоды жизни. Некоторые из них вращаются в творческой среде, с другими сталкиваюсь совершенно случайно. Например, фильм, над которым я сейчас работаю, расскажет историю уникальной девушки. Она художник домино. Но знаете, когда выкладывают удивительные по сложности и красоте картины из последовательно выставленных костяшек домино, а потом запускают цепную реакцию. Так вот, эта девушка занимается подобным творчеством с 9 лет и, несмотря на молодость, уже сейчас является всемирно признанным художником. Я знаю, что вы родились в Лос-Анджелесе, и ваш папа тоже является режиссером и монтажером. То есть вы из кинематографической среды. И что помимо документального кино у вас есть опыт создания игровых фильмов. Вообще вот этот выбор стоял перед вами, заниматься игровым кино или документальным, или вы так однозначно для себя это не выбирали? Сколько я себя помню, меня всегда интересовало документальное кино. Еще подросткам я мечтал делать его так, чтобы зрителей на него приходило, не меньше, чем на художественные фильмы. Однако это не так просто. Зритель привык думать, что документалистика — это нечто скучное, что заставляет смотреть в школе, на уроках истории. Я всегда старался сломать этот стереотип и снимать такое кино, которое будет интересно любому человеку, так же, как игровые фильмы для широкой аудитории. Есть великолепное документальное кино, но даже ему не всегда бывает легко найти своего зрителя. Это определенное испытание, которое приходится преодолевать. Я уверен, что документальные картины могут вызывать в людях не меньшие сопереживания, чем игровые. И, кстати, опыт создания игровых фильмов у меня тоже есть. Он не такой большой, но это как раз потому, что я сейчас вижу себя прежде всего в создании фильмов документальных. Мой, наверное, последний вопрос. В одной из статей, когда я исследовала какие-то материалы о вас, я наткнулась на информацию о том, что один из ваших любимых фильмов — это фильм российского режиссера Михаила Колотозова «Неотправленное письмо». Вот мне интересно, как вы вообще наткнулись на эту картину и насколько хорошо вам знаком российский кинематограф? Это забавно. Знаете, я всегда был большим любителем кино и смотрел множество разных фильмов. Даже на создание моих документальных работ меня чаще всего вдохновляют художественные фильмы. Так вот, действительно, одна из моих любимейших картин всех времен — это фильм 60-х годов прошлого века, снятый русским режиссером Михаилом Колотозовым «Неотправленное письмо». Удивительно, что эта киноработа не особо широко известна в России. Как-то я встречался со студентами Московской школы кино и спросил их об этом фильме. Так вот, никто в аудитории его не смотрел, как выяснилось. Но это потрясающее кино, в котором ты сопереживаешь героям и вместе с ними проходишь весь опыт выживания в трудных условиях. Кстати, это сопереживание, которое люди испытывают в кино, я всегда стараюсь вызвать и с помощью своих документальных фильмов. Аудитория должна проживать всё то, что она видит на экране. Ну и возвращаясь к фильму Колотозова, это великолепное русское кино. Просто замечательное. Спасибо вам за этот разговор. Желаю вам отличного представления вашего кино. Спасибо, что пригласили меня. Надеюсь, ваши зрители будут смотреть документальное кино с удовольствием. Оно не всегда скучное и поучительное. И поверьте, оно столь же кинематографично, как и игровое. И они могут иметь, знаете, много кино в них, как и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok